Добрый день, уважаемые коллеги! В своем сообщении я остановлюсь на реализации международного проекта по созданию системы обращения заработающих топлива в Губрии Андреевых. Прежде чем приступить непосредственно к презентации, я должен сказать, что в 2001 году, когда мы приняли объект, состояние его было, мягко говоря, не соответствующее никакой нормативной документации. И если кто вчера видел презентацию господина Григорьева, значит, в лодице даже сразу там подробно было показано, в каком состоянии находились объекты. Поэтому одной из первейших и основных задач у нас было создание системы обеспечения реальной радиационной безопасности и, естественно, недопущение воздействия радиационных факторов на персонал, население и окружающую среду. Значит, ну и я должен сказать, что эту задачу мы решаем достаточно успешно и до настоящего времени. Поэтому, значит, первое, что мы должны были сделать, это подготовить площадку для создания инфраструктуры обращения с отработавшим топливом радиоактивными отходами. Было снесено и реконструировано, значит, порядка 20 зданий и сооружений. Я не буду перечислять, значит, одним из основных и серьезных элементов, который мы, значит, привели в порядок, это была ликвидация старого технологического причала, значит, где были достаточно серьезные объемы среднеактивных отходов и реконструкция пирса. Кроме этого, естественно, на месте освободившихся от старых зданий и на тех площадках, которые были определены при проектировании, значит, были построены и реконструированы основные объекты. Значит, вы видите здесь на слайде, значит, изображены флаги тех государств, которые с нами совместно включились в работу практически, значит, с момента нашей хозяйственной деятельности. Я должен сказать, что первый проект вообще, значит, международный был реализован Губе Андреева, значит, тогда, когда еще Губа Андреева была войсковой частью и первый проект был реализован, это отвод ручья здания номер 5, и первый опыт был заложен в то время. Поэтому, значит, практически с 2001 года, когда первая делегация посетила Губу Андреева, наши международные партнеры включились в нашу совместную работу. Значит, также вы видите, мы провели серьезную работу практически по замене всей инженерной инфраструктуры, значит, обеспечение всеми видами энергоснабжения и средами площадки Губе Андреева. Также было закуплено, значит, при помощи наших, значит, коллег по технической помощи и финансовой, значит, финансового содействия краном манипуляторе, специальная техника, та, которая нами использовала, использовалась при проведении работ именно на подготовительном этапе еще до начала непосредственно самих работ по отработавшему топливу. Значит, проекты, которые мы реализовали по обеспечению ядерной радиационной безопасности. Значит, здесь на слайде они перечислены, значит, я остановлюсь только на основных. Это те, значит, объекты, которые были созданы как система АСКРА, которая, значит, активизирована системой радиационной контроли, которая, значит, качественно изменила всю систему обеспечения радиационной безопасности объекта. Также, значит, была проведена, считаю, уникальная работа по нормализации радиационной обстановки на емкостях. Два, два буки персоналам Севрау и на емкости 3А совместно с Курчатовским институтом. Значит, эта работа позволила впоследствии приступить подрядным организациям строительным непосредственно к работам по строительству основного цеха. Кроме этого, было поставлено оборудование, новые чехлы и установки для, значит, учета ядерных материалов. Значит, в рамках подготовки к системе по обращению с радиоактивными отходами, значит, с нашими итальянскими коллегами, значит, мы реализовали проекты по строительству укрытий над заглубленными хранилищами радиоактивных отходов. И в процессе работы на настоящий момент находятся проекты по завершению строительства временной площадки хранения упаковок с твердыми радиоактивными отходами. Значит, поставка специальной техники для работы с заглубленными хранилищами, которые находятся под данными укрытиями. И, значит, поставка специальной техники для оплатировки ТРО и ЖРО. Значит, далее я хочу перейти непосредственно уже к проектам, которые связаны с отработавшим ядерным топливом. На стенде показаны, значит, на слайде, значит, два основных объекта транспортно-технологические схемы. Это здание укрытия блока сухого хранения с оборудованием, это перегрузочный агрегат, каидатские тележки, мостовой кран, 50 тонн, посту загрузки ТУП. И два мостовых крана, годоподъемные все 20 тонн. Далее, значит, более подробно я о них скажу. И накопительная площадка ТУП для обеспечения временного хранения, 48 туков для обеспечения бесперебойной работы комплекса по обращению с отработавшим топливом, независимо от погодных условий. Так как в зимний период достаточно, значит, погодные условия влияют на судосудоходство контейнеровоза. Значит, вот техника, которая нами применяется для транспортирования отработавшего топлива из здания укрытия БСХ на площадку временного хранения. И кран-перегружатель, которым осуществляется все погрузочные работы на стационарном пирсе, значит, для обеспечения как выгрузки подготовленных пустых транспортных упаковочных комплектов, так и загрузки этих комплектов с отработавшим топливом из площадки временного хранения. Значит, применяются нами в цехе по обращению с топливом перегрузочное оборудование. Значит, ну здесь перегрузочный контейнер сборки 02 и КБ-651, которые, соответственно, применяются для работы с отработавшими перегрузочными сборками и с чехлами загруженными с топливом. Значит, здесь на данном слайде представлена, в принципе, вся транспортно-технологическая схема, начиная от площадки укрытия блока стухового хранения, где показаны поверхности емкостей, далее перемещение сборки 02 в пост перечехловки, значит, по заполнению чехла перемещение контейнером КБ-651 чехла в пост загрузки ТУК, при формировании транспортно-упаковочного комплекта и проведении мероприятий по его герметизации и проверке, производится его транспортировка на накопительную площадку. И далее, естественно, значит, по прибытии контейнеровоза загрузка уже на контейнеровоз для отправки на Атамфор. Значит, вот здесь показан подробно весь процесс, показан подробно процесс ливерского топлива. Значит, ну, первое, это, естественно, необходимо произвести снятие сегментов биологической защиты для обеспечения доступа на тот участок, в котором мы планируем работать. Значит, это здесь показан сам цех, это помещение, где размещено перевозочное оборудование и сами непосредственные емкости. После демонтажа сегментов биологической защиты, значит, при помощи системы теленаведения производится наведение перевозочного агрегата на ячейку с отработавшим теплоподвижной сборкой. И далее, вы видите, там, значит, перевозочный контейнер сборки 02 устанавливается на шиберное устройство и, соответственно, естественно, значит, сборка поднимается в данный контейнер. 20-тонным краном контейнер сборки 02 транспортируется на пост перед чехловки. И после того, как, значит, чехол будет заполнен, он закрывается и контейнером, при помощи контейнера 651-го КБ транспортируется по загрузке туб. Ну и здесь, вы видите, значит, работа непосредственно уже в посту загрузки туб. Значит, идет закрытие внутренней крышки, проведение, значит, операции по герметизации и проверке. Далее установка внешней крышки и, естественно, идет транспортировка уже на площадку временного хранения, о которой я вам говорил. Значит, после прибытия контейнеровоза на передаточной тележке транспортно-паковочный комплект доставляется под кран-перегружатель и с его помощью, естественно, загружается на контейнеровоз. Значит, что бы я хотел еще, значит, сказать, что проект, который реализуется в Губе Андреево, он, естественно, по своей сути действительно уникален. Первое – это то, что вы видели, значит, сколько флагов было, значит, на слайдах, и это все наши партнеры, которые принимали участие в реализации тех проектов и контрактов, которые были подписаны. Всего их было 121, значит, но я должен сказать, что работа еще не завершена, и, как я уже останавливался, мы с итальянскими коллегами продолжаем работать по системе обращения с радиоактивными отходами, мы продолжаем работать с Европейским банком в реконструкции и развитии по проблемам емкости 3А, значит, мы работаем также и по пятному зданию, то есть я акцентирую внимание, что эта работа не закончена, и уникальный опыт, который получен, он реализуется и в данное время, и проекты эти сейчас находятся в работе. Значит, ну и вот первая партия была отправлена 27 июня, значит, ну, многие здесь присутствуют в участии в данном мероприятии, и на данный момент отправлены уже два эшелона. Докладок, короче? Спасибо, Александр. Продолжение следует...